Лунная ночь. Густые тени лежат на земле. Рабочий ягодин с колотушкой в руках ходит по саду. У стола агрофена. Она моет оставшуюся после ужина посуду. В стороне на скамейке сидит Левшин. Около него Татьяна и Надя. Все человеческое на земле медью отравлено, барышня милая. Вот почему скучно душе вашей молодой. Все люди на земле связаны медной копейкой. А вы свободная, и нет вам места в людях. Каждому человеку копейка звенит. Возлюби меня, как самого себя. А вас это не касается. Левшин и господ учить начал. Чудак. Что ж, он правду говорит. Да. Не может, и правду и господа знать. Звенит. Левим, скажите, а вот вам очень тяжело жить, да? Да мне-то не очень. У меня детей нет. Баба есть. Жена, значит. А дети все померли. А что нужно делать, чтобы жить иначе? Вы знаете? Копейку схоронить надо. Уничтожить ее. Ее не будет. Зачем же враждовать? Зачем теснить друг друга? Это все. Да для начала хватит. Надя, можешь пройтись по саду? Хорошо. Татьяна и Надя уходят в глубину сада. Левшин подходит к столу, а графен наливает ему чай. Ты, я ибо, ты на камне сеешь, чудак. А что? Напрасно стараешься. Разве они поймут? Рабочая и душа поймет. А господская это не понедугу. А? Девчоночка хорошая. Мне про нее Алеша Греков сказывал. Может, еще выпить и чаю? Это можно. К дому подходит генерал. За ним солдат-конь и конторщик по логе. Или хорошо через дорогу протянуть веревку. А чтоб ее не видно было. Идет человек и вдруг. Лоп! Приятно видеть, только человек падает. Слышишь? Слышу. Сегодня этого нельзя ничего. Покойник вдоль. При покойнике не шутит. Не учить меня. Когда ты умрет, я прицать буду. Старый человек-то. Так она жирничать любит. Возвращаются Татьяна и Надя. Подходит к Левшину. Скажите, вы социалист? Я-то нет. Мы с Тимофеем ткачи. Ткачи мы. Но вы знаете социалистов? Слыхали о них? Слыхали. Знать-то не знаем, а слыхали. А Васенцова знаете, конторщика? Так а мы всех тут служащих знаем. Ну, говорили с ним. А в чем нам говорить? Они наверху, мы внизу. Придешь в контору, они скажут, что директор велел. И все. Вот и знакомство. Да вы, кажется, боитесь нас. Ефимыч, а вы не бойтесь. Нам интересно. А зачем же бояться-то? Мы ничего худого не сделали. Нас вот послали для охраны порядка. Но мы пришли. Вот там народ, который озлобился, говорит, завод сожжем. Все сожжем. Одни уголь и оставим. А мы против беспорядка. Жить ничего не надо. Ну, зачем же жить-то? Сами мы строили, отцы наши, деды, и вдруг жить. Уж не думаете ли вы, что мы расспрашиваем вас, каким злым умыслом? Зачем? Мы зла не желаем. Мы так думаем, что сработано, то свято. Так, труды людские надо ценить по справедливости, а не жить. А народ-то тёмен. Огонь любят. Озлобились, а. Погодник-то строгоник был, не пусть им помянут. Пистолетом-то махал, грозил, ну вот ты. Скажите, Ефимыч, а вот что дядя? Он лучше, а? Захар Иванович? Да. Вот он добрый или он тоже обижается? Да мы этого не говорим. Для нас все одинаковы. И добрые, и строгие. Да. И добрый хозяин. И строгий хозяин. Болезнь людей не разбирает. Конечно, Захар Иванович человек с сердцем. А значит лучше Строботова, да? Да ведь директора-то уж нет. Барышня, ваш дядюшка мужчина хороший. Хороший? Да. Только нам-то, нам-то от его красоты не легче. Ты видишь, что они не хотят нас поменять? Татьяна и Надя молча уходят. Ишь ведь тянут за душу. Интересно, видите? Думает, а может сболтнут чего-нибудь. Ах, барышня хорошая. Жаль богатая. Матвей Николаевичу надо сказать. Барыня, мол, расспрашивает. Скажем. И на легший крик ускажем. К ягодину и Левшину подходит генерал. Рядом с ним почтительно идет конторщик Пологий. За ними солдат-конь. Пологий вдруг подхватывает генерала под руку. А, чё? Что там такое? На столе. Двень какая? Это вы ели? Так точно. И барышни с нами кушали. Ну что? А? Охраняйте? Так точно, караулем. Молодцы. Скажу вас губернатору. Сколько вас? Двое. Ну и дурак. Не умею считать до двух. Сколько всех? Человек тридцать. Оружие есть? Тимофей, где у тебя пистолет-то? А? Вот он. Вот. Не бери. Задуло. Чёрт. Ой. Ну чего, Валванова? Как надо держать оружие в руках. У тебя приворот есть? У меня? Не, не, у меня нет. Ну что же вы, если мятежники придут, стрелять будете? Так они не придут, ваше превосходительство. Погорячились они, ну и прошло. А если придут, так обиделись они по случаю закрытия завода. Это ведь некоторые детей имеют. Что ты мне поёшь? Я тебя спрашиваю. Стрелять будешь? Так а почему ж не пострелять, Валванова, гонит? Мы готовы. Только вот нищего да не умеем. Вот и скушат бы из ружей, Вань. Ну, тихо, давай туда. Иди, закладываю вашему превосходительству. Ночь тебе и произойдёт возмущение, если стрелят. Прилезет народ. А мне как желаете. Отстаньте. До завтра. Ну, а завтра всё тихо будет. Завод откроют. Кто откроет? Так Захарова, он ещё там с рабочими. Насчёт этого собеседника. Чё? Я бы закрыл этот завод завсегда. Не свистит охрана утром. А позднее-то, ну, и нам бы лучше. А вас всех уморить голодом. Не бунтуй. Разве мы бунтуем? Молчать! Что вы тут так чеете? Вы должны ходить в Вальдобалов. Если что, полезем, стрелять. Я отвечаю. Ну, пойдёмте, Матвей. Да пистолет-то возьмите. Ах! А сулы зелёные. Пистолеты. Оружие. И того правильно назвать не умеет. Появляются Татьяна и Надя. А смеются ведь к вашему превосходительству. Народ вообще грубый. Не сверсткий. Да возьму свой случай, ваш превосходительство. Имея огород, собственноручно развожу мне могуще. Это похвально. Работаю в меру свободного времени. Все должны работать. Зачем вы так кричите? Раздражают меня. Ну? Вы почти каждую ночь, рабочие, похищают плоды моих трудов. Вору именно, ваше превосходительство. Ищу защиты закона, а он и представлен здесь, господином Становым Пристом, личностью, равнодушный к бедствиям населения. Ваше превосходительство. Могу быть таким глупым языком. Я? Извините. Ну, я три года учился в гимназии. Ежедневно читаю газеты, ваш мой конец. Вы очень смешной, Павловик. Вам это приятно. Я очень рад. Человек должен быть приятен. Вы любите рыбу удить? Не пробовал, ваше превосходительство. Странный ответ. Чего не пробовали? Удить или любить? Первое. А второе пробовали? Второе пробовали. Вы женаты? Нет, только мечтаю. Но получая 25 рублей в месяц, никак не могу решиться, ваш председатель. В посаду идут Николай Скроботов и Клеопатра. Здесь неизумительно, полный халст. Как он смеял? Как он мог? В чем дело? Что случилось? Ваш племянник тряпка. Он согласился на все требования бунтовщика. Убийц моего мужа. Ну, разве все они убийцы? Да это глумление на трупа и надо мной. Открыть завод в то время, когда еще не похоронен человек, которого эти мерзавцы убили именно за то, что он закрыл... Вы везет, что боитесь, что они все сошли? Вы еще ребенок и должны молчать. А речь этого мальчишки явная проповедь социализма. Какой-то конторщик всем распоряжается, дает совет. Смелился сказать, что преступление было вызвано самим покойным. Этот человек подозрителен. Он слишком умен для конторщика. Вы говорите о сенцове. Именно. Чувствую, что мне как будто плюнули в лицо. Смелюсь заметить, читая газеты, господин Сенцов всегда рассуждает о политике и очень пристрастно относится к властям. Вам это интересно слышать? Да, интересно. Вы меня думаете смутить? Я думаю, что к своим пологой лишний здесь. Дядя, это он! Я не могу. Не хочу я вас смутить. Дядя! Послушай, дологой хребенник, ты понимаешь свои поступки? Подождите, дядя, минутку. Дмитрий Васильевич, рабочие были так возбуждены, и боясь разгромлась моего завода, я удовлетворил их требованиям. Не прекращать работу, а также насчет Дичкова. Я поставил им условия выдать преступника, и они уже принялись искать его. Они могли не беспокоиться об этом. Мы найдем убийцу без их помощи. Ну, я думаю, лучше, если они сами. Завод мы решили открыть завтра с полудня. Да, это мы. Я. Благодарю за сообщение. Однако, мне кажется, что после смерти брата его голос приходит ко мне и к его жене. Если я не ошибаюсь, вы должны были посоветоваться с нами, а не лечать вопрос единолично. Я посылал за вами, если он хотел бы, вы отказались. Ну, согласитесь, что в день смерти брата мне трудно заниматься делами. Но ведь вы были там на заводе? Да, был. Слушал речи. Ну, что же из этого? Но поймите, покойный, оказывается, отправил в город телеграмму. Он просил солдат. Ага. Подождите, дядя, минутку. Ответ получил. Солдаты придут завтра, до полудня. Вот это так. Солдаты? Это не шутка. Мира разумная. Ну, не знаю. Придут солдаты, настроение рабочих повысится, и бог знает, что может случиться, если не открыть завод. Я думаю, себя поступил разумно. Возможность кровавого столкновения теперь исчезла. У меня иной взгляд. Вы не должны были уступать этим людям, хотя бы из уважения памяти убили. Ах, боже мой, ну вы ничего не говорите о возможности трагедии. Меня это не касается. Ну да, но я. Ведь я-то должен буду жить с рабочими. Если прольется их кровь, то мне, если они могли разбить весь завод? В это я не верю. Я тоже. И так вы осуждаете? Да, осуждаю. Зачем? Зачем вражда? Я ведь хочу одного. Избежать ужаса, так возможно. Я не хочу крови. Неужели не осуществимо мирное, разумное течение жизни? Вы смотрите на меня с ненавистью, рабочей с недоверием. Я же хочу добра. Только добра. Дядя, милый, ты успокойся. Успокойся. Но он не понимает. Ну не понимает. Николай Васильевич, ну как вы понимаете? Ведь вы же такой умный. Ну почему вы не верите, дядя? Извините, Захар Иванович, я ухожу. Я не могу, не привык листи деловые разговоры с участием детей. Вот видишь, Надя? Ну и ничего. Ничего, ничего. Главное, чтобы рабочие были довольны. Ведь их же так много. Ведь их же больше, чем нас. Ты поймешь. Подожди. Я должен тебе сказать, я очень недоволен тобой. Я тоже. Ты симпатизируешь рабочих. Это естественно в твои годы. Не надо тебе чувствовать меры, дорогая моя. Вот ты утром пригласила к столу этого грекова. Я его знаю, он очень развитый парень. Однако тебе не следовало из-за него устраивать тете сцену. Хорошенько ее, хорошенько. Ты ведь не знаешь, как все это будет. Я знаю больше тебя, поверь мне. Народ наш груб, он не культурен. Если протянуть ему палец, он хватает всю руку. Как утопающий соломинку. Мой друг, много животной жадности. Его нужно не баловать, а воспитывать. Ты, пожалуйста, подумай над этим. А теперь я скажу. Ты обращайся со мной, черт знает как, девчонка. Напоминаю тебе, что моей равистницей ты будешь лет через сорок. Да? Вот тогда, может быть, я и позволю тебе разговаривать со мной как с равным. Поняла? Генерал быстро уходит. Да известно, кто увезает. Они как не знают, найдем. Ну, конечно, они знают. Зачем он вызвал солдат? Я, конечно, должен был открыть зал. В противном случае, надолго испортил бы мои отношения с ними. Теперь такое время, когда к ним необходимо относиться более внимательно и мягко. И кто знает, чем все это может кончиться, надо быть готовым ко многому. В такие эпохи разумный человек гордыми друзей масса. Это мы ходим, охраняем. Что, любимый, что, били человека? А теперь вот стали ласковые, смирные. А мы всегда такие. Что, смирные? Да. И смиренно убиваете, да? Кстати, ты, Лев Шеклаза, там проповедуешь какое-то новое учение. Не нужно денег, не нужно хозяев и прочее. Это простительно. То есть, понятно. У Льва Толстого, да. Ты бы, мой друг, прекратил это. Из таких разговоров ничего хорошего для тебя не будет.